Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим две учебные позиции, как правильно играть в конце партии. Данные окончания адаптированы под русские и бразильские шашки. Больше, конечно, видео будет интересно для начинающих шашистов и любителей, хотя профессионалы тоже, если все правильно решат, то получат незабываемое эстетическое удовольствие. Первая позиция. Белые начинают и выигрывают. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белых. Вначале проверяем ходы CB4 и CD4. Они плохие. Допустим, CD4, потому что черная игра DC7. Сюда уже не пойдешь, потому что удар и черные побеждают. Приходится играть DC5. Когда черные играют Б7, ну и партия заканчивается ничьей. Белым надо что-то жертвовать и прорываться в дамки. Это ничья. Опытный глаз видит, что в данной позиции надо сыграть АБ6. Неожиданный ход. В чем идея? Во-первых, черным нельзя играть ДЕ7, потому что белые тогда играют Б7. Ну и на любой ход черных ЕД6 или ЕФ6. Играем CD4. И вот этот прием называется оппозиция. То есть, куда бы черные не ходили, видите, белые, ну, тут по сути единственный ход. Белые ставят дамку и легко побеждают. Поэтому в этой позиции черным надо нападать. Б7. Это логичный ход. Теперь уже у белых кажется, что проблемы. Но белые жертвуют шашку. И возникает так называемая усиленная позиция. То есть, видите, одна шашка белых легко сдерживает две шашки черных. У белых здесь преимущество. Приходится играть Б5. Тогда отходим. Сюда отдавать нельзя, потому что снова возникает прием оппозиция. Черным некуда ходить. Начинающий проигрывает. В данном случае ход черных им некуда ходить. Поэтому в этой позиции черные жертвуют шашку и пытаются прорваться в дамку. Ставим дамку. Черные играют на С3. И вот здесь выигрывает прием распутье. Тоже, кто еще не решил, тоже можете поставить видео на паузу и попытаться самостоятельно найти выигрыш. Вначале ограничиваем шашку черных. У черных два хода. СБ2 и СД2. Ограничиваем шашку. Вот таким образом, видите, хода СД2 уже нет. Приходится играть СБ2. Тогда нападаем и черным некуда ставить дамку. Вот это как раз и есть прием распутье. То есть, если они ставят дамку сюда, мы дамку ловим и легко выигрываем. Если же черные ставят дамку на С1, тогда разминиваем дамки. И снова выигрывает прием оппозиция. В этой позиции белые также очень красиво выигрывают. Тоже поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белых. Вначале играем СД4. Мы строим так называемый трамплин. Видите, идея заключается в том, что на ход ЖФ2 мы отдаем шашку и забираем сразу же 3. Видите, это называется трамплин. Поэтому у черных есть два ответа. После хода БЦ5 мы здесь также красиво выигрываем. Нападаем. У черных единственный ответ. Нападаем еще раз. У черных снова единственный ход. Ну и здесь выигрывает прием оппозиция. Красиво жертвуем дамку. И после размена черным снова некуда ходить. На любой ход мы зажимаем шашку черных и легко выиграем. Ну и наконец последний вариант. Если в этой позиции черные играют БЦ5. Тогда делаем размен. И вот здесь выигрывает прием. Впервые открытый серебряным призером первенства Российской империи Александром Ивановичем Шошиным. То есть в этой позиции черные хотят построиться вот таким образом. Перевести шашки сюда. Затем отдать две шашки либо сюда, либо сюда. И прорваться в дамки. Но белые здесь красиво побеждают. Уводим дамку наверх. Черные подводят свои шашки ближе к большой дороге. Теперь видите, черным надо подстроиться, подойти поближе к дамочным полям. Они переводят свои шашки ближе. И вот в этой позиции надо сделать точный ход. Выигрывает только ход ФЕ5. Остальные ходы ничья. То есть если ходить дамкой по большой дороге, черные отдают две шашки. Прорываются в дамки и это ничья. Также нельзя оставаться наверху, потому что черные отдают шашки в эту сторону. И тоже прорываются в дамки. Это ничья. Правильно в этой позиции играть ФЕ5. Ну и теперь на любой ход, ДЦ3 или АБ2, мы размениваем шашку. И обрезаем шашки черных по большой дороге. Если вам понравилось данное видео, не забывайте поддерживать мое творчество Лукасом и подпиской. Пишите комментарии. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.